Привет, меня зовут Николай, и я один из создателей проекта «Читай быстро», в рамках которого мы стараемся понять, что же такое быстрое и осознанное чтение. Иногда мне в руки попадаются книги, которые оставляют неизгладимый след и которыми хочется поделиться как можно с большим количеством людей, то есть со всеми вами. Так и родился этот формат «10 фактов. Три задачи из интересной книги». Сегодня у нас в гостях Наполеон Хилл и его книга «Думай и богатей. Опробованный план действий, способствующих достижению благосостояния и богатства. Откройте для себя и используйте великий секрет, дающий возможность разбогатеть». Название книги звучит таким образом, как вроде нас зовут пожить немножечко в сказке. Наполеон Хилл говорит о том, что путь к успеху у каждого человека разный, и очень редко кому удается пройти этот путь с достоинством, сохранив какие-то свои моральные качества и при этом достичь поставленных целей. И он кое-что в этом понимает, потому что, собственно, и рождение этой книги «Думай и богатей» — это и был результат его разговора с Эндрю Карнеги, который предложил Хиллу в 1920-е годы, в Соединенных Штатах Америки, опросить около 500 самых успешных бизнесменов и вывести какие-то общие законы, взгляды на жизнь, в общем-то, вот какие-то паттерны поведения. Наполеон Хилл согласился, долго общался с этими людьми, задавал им какие-то вопросы, выводил общие закономерности, и у него получился вот этот труд «Думай и богатей». Вы, когда будете видеть эту обложку или увидите книгу в каком-нибудь книжном магазине, помните, что первое издание этой книги увидело свет в 1937 году, как раз в разгар сталинских репрессий. Утратила ли она свою актуальность сейчас, мы узнаем буквально за ближайшие 15-20 минут, и все сразу станет понятно. Следует еще отметить важный момент, не важный, просто момент, о том, что очень много экспертов, которые, в общем-то, описывали книгу Наполеона и всю его жизнь, они говорят о том, что это был один из самых первых мотивационных авторов, который исповедовал вот этот self-made принцип мотивационной литературы и по улучшению качества собственной жизни. И, в общем, все то, что мы сейчас, все то, что сейчас модно и мы видим на многих тренингах, вебинарах и всяких встречах, это вот он и был проотцом этого всего происходящего. Еще в 1937 году исповедуем вот эти вот все основные принципы. На момент смерти Наполеона Хилла книга была издана тиражом более 20 миллионов экземпляров, и ее прочитали по всему миру около 100 миллионов человек. Те, кто не первый раз слушает наши такие видеопрезентации и подкасты, они знают, что с каждой новой книгой я обязательно открываю бутылочку хорошего вина и периодически на него отвлекаюсь. Сегодня этого не будет. Впереди, ну, во-первых, потому что я немножко недисциплинированно поступил и не вовремя записываю обзор этой книги, должен быть за это наказан. Во-вторых, книг сегодня будет за один день, я хочу записать целых три, поэтому будет кофе. Кофе и Наполеон Хилл с его десятью фактами. Не нужно далеко ходить, чтобы отыскать возможность. К сожалению, большинство людей так и остаются с нереализованными мечтами или идеями, поскольку они чаще всего ждут удобного момента. Об этом говорят многие писатели и авторы в жанре self-made, об этом и говорит Наполеон Хилл. Вырасту, накоплю денег, перееду в новый район, куплю машину, возьму ипотеку, пусть сначала выучатся дети, но надо же женить старшенького, и вот только после этого меня точно ждет успех, тогда я смогу заниматься теми вещами, о которых мечтал еще с детства. Одна из главных идей всей этой книги – не ждите. Не ждите, создавайте точки роста прямо в том месте, где вы находитесь сейчас, потому что удобного момента не будет, вернее, более удобного момента, чем сейчас, не будет уже никогда. Никто не преуспевает в жизни без экономии денег. Это закон сообщающихся сосудов, закон сохранения энергии, если хотите, чтобы в одном месте прибыло, в другом должно чуть-чуть убыть. Деньги – мерило успеха человека, так сложилось исторически, и поскольку это является мерилом успеха, то нужно отдавать себе отчет в том, что пустые траты, они как неразумное вложение средств или как расточительность, они приводят к потере ранее вот этого накопленного успеха, и если не взять под контроль свои желания и траты, вы можете оказаться у разбитого корыта. Ну, то есть, Адам Смит, по-моему, еще говорил о том, что человеческая потребность, она не ограничена ничем, а ресурсы для удовлетворения этой самой потребности, они всегда будут ограничены, поэтому сколько бы у нас не было денег, нам будет хотеться тратить их чуточку больше, чем у нас есть сейчас. И если вы хотите преуспеть, то в какой-то момент времени свои траты нужно взять, траты и желания нужно взять под контроль, и в этот момент неважно, сколько вы зарабатываете сейчас или год назад, из правил нет исключений. То есть, если вы месяц назад зарабатывали мало, а сейчас стали зарабатывать в два раза больше, то это не позволяет вам тратить все 100% ваших денег на какие-то там услады и утехи. Бедные не экономят, а богатые разумно тратят каждый цент, говорил Наполеон Хилл. Также он отмечал в своей книге такой фактор, как сила сверхразума. Он говорил, что человек может стать ходячей энциклопедией, то есть выучить большое количество, получить большое количество информации, получить большое количество знаний в какой-то сфере, но какой в этом толк, если вы не применяете их на практике? Вы можете быть лучшим в мире ювелиром, но при этом на практике применять все очень хорошо, и знания у вас есть, и практические применения, но без систематизации этих знаний и продаж оставаться или среднего уровня известности, или на максимальном уровне ремесленника. То есть, все, что вы можете произвести, это ваше, но у вас же всего 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Соответственно, выше этого вы все равно никак не прыгнете. И Наполеон Хилл говорит о том, что знание лишь тогда приносит пользу, когда оно сосредоточено в головах нескольких людей, когда оно систематизировано и когда оно приводит к действию. Вот эти вот три необходимых условия, чтобы появился сверхразум. Несколько человек, систематизация и обязательное действие в результате этих знаний. Остальные знания – это пустая трата вашего времени, а вот эта триада, она позволяет вам выйти за предел ремесленнических каких-то своих усилий и строить условные компании, бизнес, во-первых, на продолжительный период времени, а во-вторых, чтобы они могли продолжать свою работу без вас. Для того, чтобы сверхразум появился, нужно тренировать мозг. Вот Наполеон Хилл говорит о том, что сам факт рождения мысли – это продукт длительных тренировок. И это очень легко заметить по тому, как меняются ваши мысли в процессе тренировки мозга. То есть, если даже вы можете проследить за своими мыслями в течение одного светового дня, как они меняются. То есть, когда вы просыпаетесь и у вас мозг не запущен еще на полную катушку, вы там думаете одношагово, как-то очень просто, что надо встать, умыться, покушать, перекусить, есть какие-то планы на день, почистить зубы и так дальше. Чем больше вы погружаетесь в рабочие процессы, тем больше вы разгоняетесь и, соответственно, начинаете тренировать мозг, и мысли рождаются уже совершенно другие. Ну и к вечеру там эта вся история затухает, вы успокаиваетесь, и мысли переводятся в режим уже спокойного времяпрепровождения. Это вот в рамках только одного светового дня. А если вы занимаетесь постоянно и тренируете свой мозг, то вы можете заметить, как там в начале тренировок, в середине и в окончании, насколько быстрее вы начинаете соображать, и прошу прощения, и какого качества мысли посещают вашу голову. Нужно уметь себя мотивировать, уметь ставить и добиваться цели, стимулировать делать больше, чем от тебя ожидают, выстраивать мысли именно в такой парадигме, и успех обязательно не заставить себя долго ждать. Тезис про 95% неудачников не откладывать деньги, он пересекается, в общем-то, со вторым тезисом о том, что никто не преуспевает в жизни без экономии денег, но я решил его вывести в отдельный слайд, только потому, что цифра фантастически большая. Люди чаще всего терпят неудачу не потому, что им не везет, а они это все списывают исключительно на везение и не везение, но раз не повезло, а в следующий раз обязательно повезет, а потому что они не могут организовать все свои усилия, чтобы создать достаточную силу успеха. И вот 95% людей, они заняты работой, а не поиском лучшей участии. А те оставшиеся 5% богачей, они практически ежедневно делают шаг к какой-то из своих целей. Это очень легко проследить на примере, если у вас есть хотя бы по паре знакомых людей, которые работают на, пусть даже на каких-то достаточно высоких должностях на работе, и паре людей, которые занимаются собственным бизнесом. Вот те, которые находятся на работе, я это несколько раз тоже пробовал такие проводить опросы и наблюдал этот момент, они очень часто заточены на процессные какие-то вещи. То есть надо пойти на работу, нужно закончить месяц, нужно составить отчет, нужно обосновать, почему на следующий месяц нужны такие бюджеты и так дальше. Люди, которые занимаются собственным бизнесом, они не процессные, они задачные чуваки, и у них очень все с постановкой целей совершенно по-другому. То есть они ставят там какую-то большую цель, пророст условной прибыли в два раза, потом декомпозируют ее на маленькие цели, и из процесса рождаются задачи. И вот в этом разница. Но Ахилл говорит о том, что еще 95% неудачников в этот момент не откладывают деньги, чтобы сделать, когда наступит время, какой-то свой первый шаг. Берите пример с просветающих людей. Это, в общем-то, тот тезис, которому мы и обязаны появлением этой книги. Ахилл пошел и поговорил с людьми, которые уже достигли успеха, у которых за плечами уже были тогда на тот момент заводы, фабрики, пароходы. И он вывел такой еще момент про то, что неудачники склонны винить в своих бедах обстоятельства, случаи, капризы судьбы, в общем, кого угодно, только не себя. А те, кто достигают успеха, они благодарят за это окружение. И известное же правило про то, что мы – это среднеарифметическое шести людей, с которыми мы общаемся. Вот можете остановить видео, взять карандаш и бумагу и составить портреты шести людей, с которыми вы сейчас общаетесь. Если они все чуточку лучше, умнее, выше в социальном классе, чем вы, и отлично, значит, вы будете к ним тянуться. Если вы чувствуете, что эти шесть людей, ну, они могут быть, в общем-то, хорошими людьми, но какие-то моменты вас гнетут в них, кто-то постоянно жалуется на то, что там не хватает денег, кто-то не может организовать вокруг себя пространство так, чтобы найти работу, то знайте, что и вы есть среднеарифметическое одного из этих вот, вернее, всех шести этих людей. Если вы хотите поменять что-то в своей жизни, не поменяйте окружение в первую очередь. Не хотите ничего менять, оставайтесь в таком окружении, как вы есть сейчас. Упаковка не делает товар ценнее. Тут такой момент. В общем, это тезис про то, что богатые чаще всего не тратятся на форму, они покупают суть и пользу вещей. И поскольку американцы, ну, тут пример приводится американцы, но я думаю, что это и к нам тоже применимо, мы все любим экстравагантные покупки, особенно вот это влияние Азии, очень такое великое, азиатские все вот эти предметы роскоши, там, не знаю, какие-нибудь ковры, люстры, дутые золотые цепи, и мы никогда не задумываемся о колоссальной разнице между ценой и ценностью. То есть, как правило, все вот эти вот упакованные, хорошо красиво оформленные вещи, их ценность не очень велика, а цена будет в разы, в разы больше. И Наполеон Хилл вывел такую формулу, что богатые считают большой роскошью тратиться на форму и покупают лишь суть и пользу вещей. Хочешь открывать двери, действуй, загляни через забор, убедись в том, что там находится то, что тебе нужно, и действуй. Инициатива – это всегда ключ. Желаемая цель, она всегда достижима, только в одном случае, если ты прикладываешь усилия и действуешь. Если ты сидишь на диване и мечтаешь о том, как завтра ты начнешь бизнес, ты не приближаешь себя к этому моменту, ни к началу бизнеса, ни к прохождению всех его проблем, ни к, в общем-то, богатению с помощью этого бизнеса. Звоните, общайтесь, требуйте, просите, информируйте и так дальше. Нет ни одного человека в этой вселенной, кто принесет вам ваш успех на блюдечке, пока вы будете сидеть на диване. И нет ни одного человека во вселенной, кроме вас самого, кто может запретить вам быть успешным. Ну и в очередной раз сообщающиеся сосуды и закон сохранения энергии. Вам придется пожертвовать настоящим ради будущего, считает Наполеон Хилл. И приводит в качестве иллюстрации этого тезиса удивительный факт про то, что 90% людей, или 95% людей, как он говорит в тезисе про экономию, они трудятся на работе, которая им не нравится, и при этом десятилетиями могут ненавидеть окружение, жаловаться на то, что происходит на начальника, на тупых коллег, на вот это все, но ни разу не сделать шаг на пути к другому будущему. И просто потому, что они боятся жертвовать настоящим. А успех, по мнению Наполеона Хилла, я тут полностью разделяю его мнение, в том числе успех, это жертва настоящим ради будущего. Результат разрыва вот этого порочного круга. 90% людей жалуются, но продолжают, как в знаменитом анекдоте, кушать кактус, только потому, что страшно пожертвовать настоящим. Ну и поскольку 95% людей не склонны к накоплениям, не могут разорвать порочный круг, то и у этих 95% в общем-то и нет четкого плана действий, как правило. Переформулированным тезисом звучит так, что 5% имеют четкую цель, план ее достижения. Из 16 тысяч опрошенных человек в ходе интервьюирования только у 5% была записанная цель, и они к ней шли ежедневно по заранее составленному плану. Большинство из них уже к концу года получали успех в той или иной мере, а 95% опрошенных, как вы понимаете, ни цели, ни плана не имели, и к концу года они... Угадайте, где оказались. Все верно. Там же, где были две вначале. Я вспоминаю гарвардский эксперимент длиной в несколько лет, до десятка, по-моему, лет, про три группы. Я, кажется, в одном из подкастов про него уже рассказывал, но в двух словах быстро расскажу и сейчас. Насколько важно иметь четкую цель и план. Взяли студентов, разбили на три группы, там по условных 10-15 человек, и трем группам раздали ежедневники, которые они должны были заполнять вот по такому сценарию. Планы, цели, пути достижения. Первая группа заполняла... Им просто раздали ежедневники и никаким образом не контролировали. Вторая группа раз в месяц эти ежедневники собирались на проверку и, в общем-то, просто просматривались, никаких выводов не делалось. И третья группа ежедневно сверялась с закрепленным преподавателем, ментором. Он следил за тем, он не следил за качеством постановки целей, за характером, за выполняемостью, но следил за тем, чтобы люди просто ежедневно записывали те вещи, которые для них важны. И после окончания университета через пять лет они проследили за карьерами этих трех групп. Оказалось, что последняя группа 99% руководителей высшего звена и владельцы собственного бизнеса. То есть вот этот навык постановки целей и планов его достижения, это то, что помогает людям потом достигать успеха. В книге были перечислены 13 основных шагов, которые мы уместили в 10 слайдов. Это желание или цель, это вера, это самовнушение, специальные знания, воображение, организованное планирование, решительность, настойчивость, сила мозгового штурма, трансформирование сексуальных желаний, про это мы, к сожалению, даже не поговорили в сегодняшней презентации, сила подсознания, мозг и шестое чувство. Все эти 10 фактов, 13 шагов нужно было сформулировать в 3 практические задачи. Если вы смотрите первый или слушаете первый раз наш формат 10 фактов, 3 задачи, то вы наверняка не знаете, что у меня есть букнот, а еще этот букнот есть у сотен других людей по всему миру. Он был создан для того, чтобы в него записывать и максимально удобно структурировать данные из прочитанных нонфикшн книг, то есть не художественной литературы. Здесь удобно можно записывать основные факты, потом из них формулировать задачи, читать советы по скорочтению и даже разукрашивать разукрашки. Больше про букнот можно почитать на сайте буква.инфо слэш блог слэш букнот или просто найти его там через поиск. Три моих задачи после прочтения книги Наполеона Хила, думай и богатей. Значит, первое, попасть в 5% с помощью ежедневных, ежемесячных, квартальных, годовых постановок целей, стать одним из вот этих вот испытуемых студентов Гарварда, завести себе отдельный блокнот под эту задачу, поставить напоминание о том, что нужно вести его каждый день. Вторая задача. Установить на телефон приложение личных финансов, понять по структуре затрат, куда деваются деньги, можно ли с этим что-то сделать и постараться сократить траты потребления, вот этих вот рутинных проеданий на 10-15% для того, чтобы начать их откладывать на какие-то эксперименты. И третий, записаться на какие-нибудь краткосрочные курсы, чтобы тренировать мозг, выбрать для этого сферу, которая мне интересна и в которой можно прокачать свои знания. и чтобы это не было какое-то фундаментальное образование длиной в 3 года. В общем-то, легкие курсы, на которых можно было бы получить новые знания, хотя бы курсы винного сомелье. Хоть я и пью сегодня кофе, но любовь к вину никто не отменял. Таким был Наполеон Хилл 37-го года издание, напомню я вам, не утратившее актуальности в большинстве своих тезисов до 2019-го года. Прочитает быстро буква.инфо про беглое, осмысленное чтение, про то, как его развивать, и про всякие блокноты для осознанного чтения, и про рабочие тетради. И недавно у нас вышла крутая крутой смарт-конспект про воспитание детей, где мы объединили 16 книг в одну, которые можно прочитать буквально за 40-50 минут и взять оттуда основные тезисы. Это все тоже можно найти у нас на сайте. Проверить скорость чтения можно. С этого стоит начинать буква.инфо слэш рапид канал, колокольчик, ютуб, комменты, сердечки, вот это вот все. Ну и в инстаграм приходите, если будет интересно, буква.инфо. Мы там периодически разыгрываем книжки, букноты и всякие вкусности, полезности. Давайте дружить и помните, что да, читайте книги, слушайтесь маму. Хорошего дня. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok